Старый базар, место, где найдется все, а вот в какую цену это обойдется, расскажу вам я, Лидия Романченко. Здравствуйте! Сербская, турецкая, молдавская и болгарская. У каждого народа своя рецептура брынзы. Да и делают этот сыр из молока не только коровы, но и козы, овцы и буйвола или сразу молочного коктейля. На Старом базаре из всего этого многообразия осталось то, что предпочитают покупать ростовчане. Кто поборолся за брынзовые места и выиграл, сейчас расскажу. Брынзы и название, и происхождение этого сыра имеют румынские корни. И хоть официально зарегистрировали брынзу в Венгрии в 15 веке, в первые его упоминания на сотню лет старше. Описанный как сыр влаха он отметился в хорватском порту под названием бренчи. На Старобазарных прилавках брынзовые места занимают местные производители. Вот эта овечья брынза, она бочковая, она солененькая с добавлением овечьего молока. Это коровья брынза, бывает она и мало соленая, и соленая. Это от выдержки зависит. Она и в салаты идет, можно ачму делать, выпечку разную со слоеного теста, с дрожжевого. Слабо соленую предпочитают те, кто любит бутерброды с брынзой. Хотя этот нежный сыр часто подают в качестве самостоятельной закуски с душистой зеленью, маслинами и свежими овощами. Если с соленостью более-менее, все понятно, то что насчет молока. Интересно, что для получения килограмма брынза его нужно разное количество, и связано это с жирностью. Например, коровьего обезжиренного потребуется 14 литров, а овечьего 4-5. Но тут есть вкусовые нюансы. Овечье будет немного с запахом и сильно соленая. Это сыр любят в основном дагестанцы, армяне, которые на Кавказе выросли. В нем больше понимают. Но и для полного понимания расскажу о ценах. Самый дорогой ферментированный с весны овечьий сыр стоит 500-600 рублей за килограмм. Брынзу на коровьем молоке отдают за 380-400. И на этих ценах смена сезона пока никак не сказалось. Удорожание брынзы обычно происходит в конце осени. Брынза в основном дорожает в зиме, когда молока мало. В этом году она подорожала ненамного. Была где-то 350, сейчас где-то 380. Бывает 400, смотря от сорта. Чем дольше лежит брынза, тем она подороже. Долго лежать брынза может и у вас в холодильнике, если хранить ее не в пакете, как купили, а в смоченной в соленом растворе льняной ткани. Так она пролежит в холодильнике неделю. А если раздобудете рассол и переложите сыр в него, то и дольше. О пользе лука слагают легенды, а его специфический запах может избавить вас от многих неприятных вам людей. Этот овощ кого угодно заставит плакать, причем дело не только в эфирных маслах. Майские цены тоже не добавляют радости. Лук – один из самых популярных овощей на планете. Его можно найти на грядках-базарах в 175 стран как минимум. Молва о целебных свойствах лука распространилась как его запах. Жители Древнего Рима, например, разнюхали про удивительную пользу лука в борьбе с болезнями у греков. И на их манер стали скармливать этот овощ своим солдатам головками. И даже вешали как амулет на шею, считая, что это придаст мужество и храбрости. Со временем, конечно, поняли, что погорячились, и храбрость к луку отношения не имеет. А вот противомикробные свойства ученые подтвердили. Академик Борис Токин первым заметил, что летучие вещества растертого лука побеждают клетки дрожжей. Так и были открыты фитонциды и их способность убивать микроорганизмы. В этом году лук отличился ценовым падением в апреле и теперь снова на гребне волны графика роста. В мае луковые ценники установили новый годовой максимум – 80 рублей за кило. Предыдущий принадлежит февралю, когда килограмм репчатого лука уходил по 50-60 рублей за кило. Даже перед Новым годом такого не было. А ведь мы только начали привыкать к апрельским 40-50, но, видимо, это была лишь передышка. Ну, это если мы говорим о местном репчатом луке, ведь на старом базаре сортов, как и цен, масса. Есть крымский, очень прекрасный лук, тоже сладкий. Его тоже народ берет. Цена его, как бы, 200 рублей, ну, тоже берут, как бы, не ругаются, довольны народу. Есть цветной, белый по 100 рублей. То есть любые цены у нас, и цены хорошие, от общей, как бы, агромовской не отличается большой от базы. Кстати, красноту луку дает кверцетин. Он помогает бороться с токсинами и воспалениями. Есть его надо именно сырым, покрошив салат, например. При термической обработке он не карамелизуется, как репчатый, а наоборот, становится темным и неаппетитным. Ну, а если боитесь запаха, остановитесь на белом луке. Он более нежный на вкус благодаря обилию влаги. Белый лук идеально подходит для блюд мексиканской кухни и знаменитого лукового супа. Говорят, что люди, которые работают в луковых теплицах, практически не болеют простудными заболеваниями. Тут дело в тех самых фитонцидах, способных обеззараживать воздух. Не знаю, распространяется ли этот эффект на тех, кто лук продает, но покупателям он точно будет полезен. Конечно, если его регулярно добавлять в меню. Еще один съедобный источник здоровья уже поспел к весеннему столу. Это для джентльменов удачи и редиска нехороший человека, а для ростовчан самый весенний корнеплод. Еще Петр Первый считал, что этот овощ согревает сердце и дарит силы. Именно он привез редиску в нашу страну, но еще 90 лет ей потребовалось, чтобы завоевать народную любовь. Зато сегодня ни один весенний салат или окрошка не обходятся без редиски. Говорят, что овощ с первого хруста, так полюбившийся Петру Первому, жевали еще строители древних пирамид. Первые письменные упоминания о редисе относятся к третьему веку до нашей эры. И такая популярность оправдана невероятной полезностью. В нем нет жира, калорийность всего 16 килокалорий на 100 граммов, совсем немного белка, а многочисленные углеводы в корнеплоде представлены полезной для пищеварения клетчаткой. Вдобавок к этому огромное количество витамина С, а еще кальций, калий, железа и магний. В народной медицине листья и корни редиса используют в качестве противомикробных средств. Современные исследования это свойство подтверждают. И, кстати, по содержанию влаги и полезных для кожи веществ редиска вполне может составить конкуренцию кружочкам огурца в качестве косметической маски. На Старом Базаре уже блистает местная красавица весенняя жемчужина прилавков. Вот это очень красивое и вкусное. Это тоже красивое, он просто мелкий. А по вкусу они как-то отличаются? А это чуть-чуть не такое, а это очень вкусное. Отличие не только в габаритах, но и в цене, причем в два раза. Сотня против двух. Стоимость редиски, кстати, в апреле заметно подскочила. После мартовских 100 рублей в среднем за пучок поднялась до 250, но в мае наступила оттепель и цены растаяли до 150. Вкусная новость для экономных. Ботву редиски не обязательно выбрасывать. Молодую можно покрошить в тот же салат, а более зрелая годится для бульонов. Кстати, саму редиску тоже варят, тушат и жарят. Отварной редис, например, в некоторых кухнях играет роль гарнира. Для этого отваривают корнеплод в подсоленной воде минут 10, сливают воду, приправляют зеленью и сливочным маслом. А еще редиску маринуют. Но ростовчане предпочитают свежую салатную классику. И чтобы эту свежесть сохранить как можно дольше, положите немытый редис в холодильник в нижний ящик. Там он может пролежать без потери качества до двух недель. На этом все. Чем еще порадуют старобазарные прилавки, расскажу в следующий четверг. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!